Слава Господу! Я сегодня уже второй раз на зуме. Обзумился уже совсем. И я так рад видеть некоторые имена, которые были и утром, и каждый день бывают в нашей церкви из разных республик. И я так рад видеть имена, которые я видел сегодня в нашей церкви из разных стран. Сегодня я получил письмо от одного дорогого человека для меня, и у него было несколько вопросов. И этот вопрос был по книге-притчей. Да, между прочим, я вас очень люблю и рад быть вместе с вами. Книга-притчей, 30-я глава. Двадцать четвертый по двадцать восьмой стихи включительно. Это высказывание царя Агура. Царя. Царя. Двадцать четвертый стих. Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Итак, маленькие, но очень мудрые. Чего-то напоминает, правда? Об этом говорит Библия. Так и называется наша церковь, правда? Большая благодать. Смиренным Бог дает большую благодать. Мы смотрим на этих маленьких, которые записаны в этом месте в Библии. И мы думаем, а почему, Господи, Ты поместил их туда? Потому что вроде бы они сами так поступают, но с другой стороны, это все Господь. Наива, был очень рад увидеть Вас. Итак, первые маленькие муравьи. Смотрите, народ не сильный, но летом заготавливают пищу свою. Да когда? Как муравьи могли бы заготавливать себе пищу летом? Пастор Ильгар, ну подумайте, ну как они могли бы заготавливать себе пищу летом? Пастор Ильгар, как они могли бы заготавливать себе пищу летом? А где ответ на эту загадку? Это римлянам первая глава двадцатый стих. Там говорится, невидимый Бог, невидимая сила Его, мудрость Его. Они делают Его видимым, муравьи делают Его видимым. Посмотрите, какую я пользу имею и вы вместе, мы вместе, рассматривая муравья и то, что он заготавливает летом на будущее. К Иисусу в девятнадцатой главе Евангелия от Матфея пришел молодой правитель в Израиле и задал ему очень важный вопрос. Учитель, скажи, что мне делать, чтобы приобрести вечную жизнь? Молодец. Очень хорошо. Человек думает о вечной жизни. Пастор Яшар, тогда, когда не был пастором вообще и в голове этого не было, едет в метро, держится за поручень, и метро гудит бум-бум, бум-бум. И вдруг он ощущает себя, как маленький муравей, который не спасен в этом метро. И он молится там. И Господь спасает его. Он вкладывает свою нынешнюю жизнь в будущее, в Иисуса Христа. Посмотрите друг на друга. Посмотрите на пастора Матфе. Он только и думает о вечной жизни, находясь здесь. Пастор Шайлер хочет вообще, в Москву заезжает и все страны объехать. Чтобы рассказать об этом удивительном будущем, которое есть у человека. Одна из очень повторяющихся фраз в его проповедях. Бог не сотворил человека для смерти. Вы знаете, что нужно было бы произойти, что должно было бы произойти в жизни пастора Шайлера, чтобы он так стал размышлять? Он должен был стать маленьким. Потому что все большие люди в этом мире, они не ищут этой реалии. Им лишь бы этот мир захватить. Потому что все большие люди в этом мире, они не ищутся на вечеринку. Они хотят capturer, как можно, в этом мире. Причем интересно, когда мы живем в этой жизни, мы видим Бога во всех проявлениях, в различных проявлениях рассматривая окружающий мир. Мы становимся, как не Яков, а отец Иосифа, который собирал эти сны, слова, которые Иосиф говорил. Мы становимся, как Мария, которая собирала слова своего сына Иисуса, когда он был еще подростком. Мы берем, открываем Библию, и она нам нужна. Без нее я столько ошибок наделаю. И мы собираем в наше будущее, которое уже проявляется сейчас. Мы уже живем в нашем будущем. Посмотрите, в каком царстве вы живете? Наталья, ну, и в каком царстве? Вы скажете, в Азербайджане, да? Нет. Мы с вами уже живем в царстве Иисуса Христа. Уже. И именно потому, что мы уже живем, мы становимся, как муравьи для тех великих людей, которые нас, может быть, окружают. Двадцать шестой стих. Горные мыши – народ слабый. Но ставят дома свои на скале. Но о нас этих горных мышах говорил в Евангелии от Матфея Иисус. Давайте создавайте ваш дом на скале, правда? Мы с вами ищем силы не в себе, а у сильного и могучего Иисуса Христа. Дальше. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Как Господь нас всех таких разных соединил в единое целое, в единстве? Словом Своим. Саранча. Также им было сказано, именно у них есть своя программа, при помощи которой они нам являют Его сущность. Мы – тело Христа. Это тело Христа. Рыбаки собрались там, вот последняя вечеря идет перед Голкофой. Они слушают Иисуса. Да что от них ожидать, правда? Рыбаки. Через некоторое время империи будут сдаваться перед Иисусом. Разве что-нибудь изменилось в мире сейчас? Мы идем с миссиями и повторяется эта история, потому что через рассматривание того, что видимо, видна и сила, и мудрость, и могущество Бога. Двадцать восьмой стих. Мы как паучки, лапками цепляемся, но бываем в царских чертогах. Вы посмотрите, что происходило у нас в церкви в Баку и происходит. Стали приходить на занятия английского языка студенты из разных других вузов. А со временем и вдруг стали приглашать как переводчиков для очень ответственных государственных переговоров. Это настолько интересные вещи происходят в нас. Мы, может быть, не всегда воспринимаем, но это происходит. Маленькие. Для того, чтобы быть на такой высоте советника, нужно стать очень маленьким для того, чтобы воспринимать Христа. Когда вы читаете биографию пастора Стивенса, то это удивительное откровение Бога. Когда вы читаете пастор Стивенса биографию, это удивительное революция от Бога. Сын, по-моему, пекаря, да, а также камивояжер, продавал различные вещи и везде говорил об Иисусе Христе. Потом небольшая церковь, еще одна церковь, затем уже церкви большие, библейский колледж, миссии по всему миру. Пасторы, миссионеры. Почему так? Мы остались с Христом. Тот молодой управитель послушал, и когда Иисус затронул его жизнь, он решил в своей жизни пойти. так как у нас есть несколько историй, которые описаны и в Евангелии от Марка эта история описана, по-моему, в 10-й главе. где Иисус посмотрел на этого управителя и он полюбил его. Он знал, что с ним произойдет. Он смотрел на нас всегда с большой любовью. И со временем мы, откликаясь на его любовь, стали говорить, я любимый ученик или любимая ученица Иисуса Христа. У нас есть такая драгоценность Слова Божья и люди Божьи, наши братья и сестры. И мы движим одним Духом. И никогда не стыдимся, что предпочли Его чему-либо другому. Аминь. Аминь.